Если вы никогда не собирали пыльцу от сосны, у вас есть шанс сделать это впервые. Вот такие вот мужские свечки, а только мужские свечки на сосне, имеют свойство пылить и образовывать вот такие вот пыльцевые шишечки. А дальше мы будем делать полезный и вкусный продукт на основе меда. Так что вперед на сбор сосновой пыльцы. Вот смотрите, как сильно пылит сосна. Вот прям по свечке слегка задеваю и летит много-много-много пыльцы. И так вот большими-большими деревьями. Итак, берем, видите, из розеточки одну большую пыльную свечку. Вот эти сами свечки, после того, как мы их очистим от шишечек с пыльцой, мы тоже будем использовать. Так, где у нас еще? Вот эта хорошенькая. Вот эта. И складываем это все в пакетик. Вот и складываем это все в пакетик. Лучше всего собирать вот такие вот закрытые шишечки. Видите, сколько из них пыльцы летит? Дома они откроются, и пыльцы мы с них сможем добыть максимально много. Вот такой пакетик с побеганой сосны мы несем домой и будем добывать пыльцу. Ну и, конечно же, золотое правило нашего сбора любых дикоросов. Пожалуйста, не берите много с одного растения или с одного дерева. Берите ровно столько, сколько вам необходимо. После того, как вы принесли домой вот такие вот сосновые пыльнички, их следует оставить в теплом сухом месте. Я вот так вот выкладываю на доску с углублением для того, чтобы у меня ничего не разлеталось. Но знаю, многие выкладывают просто на бумагу, и сосновые пыльники постепенно на нее осыпают свою пыльцу. Я же выкладываю вот так вот на доску. Можно не в один слой, можно в несколько слоев. У меня просыхает довольно здорово. И те переворачиваю, а они вот прям активно-активно пылят пыльнички. Сейчас наша задача полностью просушить сырье и просеять его сквозь мелкое сито, добыв тем самым саму пыльцу. Возможно, вам будет интересно узнать, что согласно современным исследованиям, пыльца сосны абсолютно не токсична. Она содержит 15 важнейших, ценнейших витаминов. Сосновая пыльца содержит 12 важнейших минералов, среди которых кальций, калий, магний, фосфор, цинк и железо. Также пыльца содержит 20 важнейших аминокислот. Достоверно известно, что в Китае пыльца используется на протяжении полутора тысяч лет, а по некоторым данным более двух с половиной тысяч лет. Итак, берем вот такое вот сито. Можно взять еще помельче. У меня вот такое простенькое. И аккуратно перекладываем в него пыльнички сосновые, стряхивая их над какой-нибудь мисочкой. У меня деревянная миска и вот такое вот полотенце, чтобы на стол не летело ничего лишнего. Вот видите, как много пыльцы у меня осталось вот здесь в чашечке. Я ее тоже буду просеивать. А пока аккуратненько, стараясь не делать резких движений, не чихать и не кашлять, просеиваем пыльцу сквозь сито. Вот эти свечки тоже выкидывать не нужно. Всю пыльцу из них мы все равно не добудем, поэтому их можно залить сиропом или медом и также использовать, применять их по назначению. Видите, как много пыльцы выделяется сразу из шишечек зрелых. Получается вот такая вот чистая-чистая пыльца. Видите, какая красивая. Очень-очень мелкая, мелкодисперсная, бархатистая и очень ароматная. Я досеяла всю сосновую пыльцу. Посмотрите, как много у меня ее получилось. Здесь вот с блюда тоже почти все убрала. И теперь я аккуратненько перекладываю эту пыльцу в баночку с герметичной крышкой. Стараемся делать это аккуратно, чтобы она не разлеталась по дому. Аккуратно перекладываем. После того, как мы просеяли сосновую пыльцу, посмотрите, какая красивая она получилась. Мелкая-мелкая, желтая-желтая. Можно использовать ее уже сейчас в чистом виде. Но я предлагаю вам сделать на основе сосновой пыльцы мед. Пчелиный мед смешать с сосновой пыльцой. Нормы применения сосновой пыльцы очень сильно отличаются в различных источниках. В том числе в книгах и на сайтах. Я же вам предлагаю самостоятельно изучить состав сосновой пыльцы, для того, чтобы сделать выводы, сколько же ее можно и нужно применять. Я замешиваю мед на основе сосновой пыльцы, добавляя примерно одну столовую ложку на 150 грамм меда. Я буду использовать для создания лекарственного средства килограмм меда. У меня башкирский мед, всегда только самый лучший, самый вкусный. У меня дедушка пчеловод, который живет в Башкирии, поэтому мед у нас всегда самый лучший. Здесь килограмм меда, и я на этот объем кладу 6 столовых ложек без горки. Раз, шесть. Вот так вот, 6 столовых ложек. Для этого закрываем оставшуюся пыльцу, и длинной чистой ложечкой, как следует, перемешиваем мед с пыльцой. У нас должна получиться однородная масса. Пыльца сопротивлялась, но я все-таки ее вмешала в мед, и у меня получился вот такой вот продукт кремовой текстурой. Вот такая баночка с медом, смешанным с сосновой пыльцой у меня получилась. Мне ее точно хватит надолго. Осталась у меня еще одна баночка с сосновой пыльцой, тоже на килограмм меда. Но мне пока будет достаточно. Я храню все продукты пчеловодства в холодильнике. Мой дедушка, известный пчеловод, еще раз повторюсь, советует именно так хранить мед, поскольку это пищевой продукт, и он имеет свойство портиться. Поэтому отправляем баночку в холодильник. Кстати, так мед с пыльцой будет еще вкуснее. И принимаем по мере необходимости в сезон простуд. Когда вы себя плохо чувствуете, устали, по чайной ложечке в день будет достаточно. Будьте здоровы! Я надеюсь, что мои советы вам пригодятся. И до новых встреч на канале Живые Вещи! Живые Вещи!